Повторюсь, это будет суббота на этой неделе. Программа фестиваля действительно есть на сайте Федерального ресурсного центра. Действительно, мы будем сегодня дополнительно оповещать об этих мероприятиях. И, конечно, я хотел бы поблагодарить партнеров нашего фестиваля и организаторов нашего фестиваля. В первую очередь, это региональная общественная организация «Контакт». Это, безусловно, Государственный музей заповедника «Царицыно». Это БДНХ, это фонд «Я есть» и многие-многие другие сорганизаторы и партнеры. Ну и, конечно, я хочу особое внимание уделить значительному партнерству фонда «Вклад в будущее». Это фонд Сбербанка, который своим инклюзивным направлением деятельности поддерживает все тематики, которые связаны с расстройствами амортистического спектра и поддерживают деятельность Федерального ресурсного центра. Вот такой небольшой анонс нашего сегодняшнего открывающегося сегодня фестиваля, нашего замечательного марафона. Ну и я думаю, что самое время перейти к тематике непосредственно семинара. И мы с вами знаем, что точное название семинара – это «Доступность информации для людей с расстройствами амортистического спектра в повседневной жизни, образовании и работе». Дорогие друзья, тематика – это очень актуальная. Мы можем это с уверенностью сказать, как эксперты в области аутизма. Но дело в том, что этой тематике очень многие люди, в том числе специалисты, посвящают недостаточное количество внимания и времени. Мы пытались проанализировать этот вопрос и понять, почему же так происходит. И мне кажется, мы нашли ответ на этот вопрос. Здесь в первую очередь, наверное, дело в очевидности или неочевидности вот этой потребности в информационной доступности. Я приведу пару примеров. Например, если вы работаете с людьми или если вы что-то знаете о людях с опорно-двигательными нарушениями и видите, что человек передвигается при помощи коляски, то мы все с вами хорошо понимаем, что, скорее всего, такому человеку нужен будет пандус. Если речь идет о людях с серьезными нарушениями зрения, незрячих людях, то мы тоже понимаем, что здесь нужны и таблички с реверно-точечным шрифтом Брайля, и звуковые информаторы, и многое другое. Если мы работаем с людьми, у которых есть нарушение слуха, то мы также понимаем, что им нужны специфические условия, да, специфические условия в жизни повседневной, и в том числе в школе, если мы говорим об учащихся. И чаще всего это какая-то дополнительная визуализация, структурная визуализация, которая позволяет через визуальный канал людям с нарушениями слуха получать какую-то необходимую ключевую информацию. Так можно бесконечно продолжать в части разных ограничений по возможностям здоровья, но я думаю, этих примеров совершенно достаточно. И теперь мы перейдем к аутизму. В ситуации с расстройствами аутистического спектра информационная доступность, как я уже сказал, является не столь уж очевидной потребностью. А почему? А потому что вообще мы в повседневной жизни иногда людей с аутизмом так за здорово живешь, так легко и не можем опознать. Мы не можем сказать, что у него нарушение связанное с расстройством аутистического спектра. Но если мы посмотрим на потребности, дело не только в образовательных потребностях, но и вообще в потребностях людей с аутизмом, то мы увидим, что у них есть специфические нарушения. Мы хорошо об этих нарушениях знаем. Это могут быть нарушения восприятия, это могут быть нарушения переработки информации. И в этом отношении у людей с аутизмом может быть, например, фрагментарность восприятия, когда выделяется один какой-то определенный фрагмент информации. И здесь может быть, наоборот, чрезмерная обобщенность восприятия. Мы прекрасно понимаем, что трудности переработки информации, эти трудности приводят к тому, что у человека, по сути, некоторый хаос в голове. У него нет структурированной картины мира. Безусловно, эта дезориентация очень сильно мешает и в повседневной жизни, и в школе, и в различных местах, где ребята или молодые люди или девушки могут проводить свой досуг. И в этом отношении наша задача с информационной точки зрения настолько помочь людям с аутизмом, чтобы информация, чтобы доступность информации была для них доступной. Какая-то автология получилась. И, собственно говоря, целью сегодняшнего семинара, да, и эта информационная доступность, она что позволит? Она позволит человеку, в первую очередь, социализироваться, она позволит человеку быть гораздо более самостоятельным в повседневной жизни, на работе, учебе и где хотите. И, собственно, переходя к целям нашего семинара, задачам основного семинара, мы понимаем, что мы сегодня должны увидеть, что же такое вот эта самая информационная доступность, каковы важные компоненты этой информационной доступности. И, конечно, понять, каким образом вот этот вопрос может быть переведен в контекст государственной политики, потому что мы знаем, что действует в России замечательная программа, программа «Доступная среда». Так вот, эта программа «Доступная среда», она, к сожалению, в малой стиле не задействует вот этот вот компонент информационной доступности. Ну и, собственно говоря, наша задача – этот компонент сегодня информационной доступности и продвинуть. Мы по итогам сегодняшнего семинара, я сейчас готов это анонсировать с уверенностью, выпустим спецномер журнала «Аутизм и нарушение развития», и в этой связи мы попросим всех спикеров, которые сегодня участвуют в семинаре, подготовить интересные материалы для журнала, которые останутся рабочими материалами, рабочими, полезными материалами в долгосрочной перспективе. Также мы знаем, что у нас много компетентных участников сейчас и в чате, и те, кто смотрит трансляцию на ВК, и мы, конечно же, предлагаем вам тоже подготовить интересные материалы и направить в журнал «Аутизм и нарушение развития». Вот такая небольшая прелюдия, такое небольшое, угодное слово к сегодняшнему семинару, и с приветственным словом мы, собственно говоря, от Федерального ресурсного центра и от Министерства просвещения уже выступили. А мне хочется предоставить слово Светлане Александровне Москалевой. Это наши партнеры из Министерства образования и науки Российской Федерации, это проектный офис Министерства образования и науки Российской Федерации, в части деятельности РУМСИ, российских учебно-методических центров, которые действуют в системе высшего образования. Нам, конечно, очень важно, что, Светлана Александровна, вы участвуете как в Министерство в сегодняшнем семинаре, потому что вопросы образования лиц с расстройствами аутистического спектра на уровне высшего образования являются сейчас чрезвычайно актуальными. Я передаю вам слово, пожалуйста, подключайтесь. Я видел вашу готовность. Несколько раз вы готовы были выйти в эфир. Ну и мы вас приглашаем еще раз. Светлана Александровна, слышите ли вы нас, дайте какой-то ответ либо в чате, либо просим подключиться. У нас есть как раз пять минут для вашего приветственного слова и ключевой информации, которую вы хотели сегодня на семинаре дать. Я хочу озвучить некоторые планы наши на сегодняшнюю программу. Я повторюсь, что мы освещаем самые разные блоки информационной доступности и самые разные блоки информационной доступности. И эта информационная доступность та, которая окружает каждого человека, это то, как упаковывается информация, собственно говоря, в самых разных местах, в общественном транспорте, в общественных местах, если хотите, в аэропорту, в музеях и так далее. Безусловно, здесь блок есть и коммуникационной доступности, и я вижу, что Светлана Александровна практически на связи. И блоку коммуникационной информационной доступности будет посвящена первая часть нашего семинара. Светлана Александровна, не стесняйтесь, подключайтесь, пожалуйста. Мы видели ваш квадрат, в котором должно появиться ваше лицо и ваша часть экрана. Да, мы вас видим. Пожалуйста, включайтесь с видео. Может быть, аудио просто можно включить. Иногда бывает, что видео может не работать. Да, можно просто нажать на микрофон и подключиться с аудио, с приветственными словами, если другой вариант у нас сегодня не получается. Ну, я думаю, что тогда у меня есть смысл продолжить по содержанию. И как раз наша программа, она очень интенсивная и насыщенная. Начнется она чисто с информационной доступности, продолжится с тематикой коммуникационной доступности. И дальше, как вы видите, в середине примерно дня, но все-таки в первой половине, в 11.40 у нас начнется дискуссионная сессия. Это всегда очень интересный формат. И в рамках этой дискуссионной сессии, как вы видите, будут по программе приглашены и уже приглашены, будут участвовать самые разные эксперты, которые занимаются этим вопросом, в том числе и федеральные эксперты, эксперты из Министерства труда, эксперты из подведомственных ключевых организаций. Мы их обязательно сегодня представим. Ну и, конечно, те ключевые НКО, которые работают в этом направлении уже не первый год и продвигают это направление в России. Всех этих партнеров мы представим, безусловно, немножко позже, но мы также хорошо понимаем, что очень многие участники семинара, которые сегодня с нами, это участники системы образования. И отдельная история – это образовательная, вот эта информационная доступность в сфере образования. Как ни странно, при первом взгляде на эту ситуацию можно не разведить актуальность вопроса информационной доступности в образовании, однако мы понимаем, что вот эта универсальная компетенция детей с расстройствами аутистического спектра и всех других людей, эта универсальная компетенция читать и обрабатывать эту информацию, она очень важна не только на уроке чтения, она важна абсолютно на всех уроках, и она важна абсолютно везде в повседневной жизни. И поэтому отдельно вот этому блоку, связанному с информационной доступностью в образовании, будет посвящен мастер-класс от специалистов Федерального ресурсного центра. Я думаю, что это будет максимально интересно для тех, кто работает в системе образования. Ну и мы вот видим, что будет также блок, связанный с взаимодействием, с помощью различных средств связи через интернет, информационные доступные ресурсы в интернете для лиц с различными особыми образовательными потребностями, с разными потребностями, и в том числе с расстройствами аутистического спектра. Ну, собственно говоря, вот на этом все. То есть анонс нашего мероприятия дан. Я думаю, что те 160-156 людей, которые сейчас у нас присутствуют на семинаре, а зарегистрированы на семинар порядка 4000 человек, это те, кто будут и здесь, на платформе РУПМИ, и на платформе ВК. Вот для вас анонс семинара дан. Теперь вы хорошо ориентируетесь, что вас ожидает в ближайший день. И я думаю, что есть смысл передать слово. Евгений, я передам слово вам, потому что вы ключевой организатор этого семинара, и те эксперты, те спикеры, которые сегодня участвуют, они во многом приглашены по вашим предложениям. Поэтому я с удовольствием предоставлю вам слово для представления участников семинара. Большое спасибо, Артур Валерьевич, вы сделали такой экскурс в программу, очень правильный, да, обозначили все блоки, которые у нас будут. Я попрошу модераторов в чат тоже кинуть всю программу на сегодняшний день, да, чтобы наши слушатели могли ориентироваться и в ВК, и в РУПМИ. И мы начинаем, да, с блока информационной доступности. Сегодня будет много звучать словосочетание «ясный язык». Может быть, для кого-то из вас прозвучит в первый раз это словосочетание, но я надеюсь, что большинство наших участников уже об этом слышали, знают об этой методике информационной доступности для людей с различными особенностями развития. И вводный доклад на тему, все-таки нам важно, да, чтобы все были в контексте, все были в курсе. У нас сегодня много родителей, знали, что такое «ясный язык» и когда он появился, как он развивается, что из себя представляет сегодня эта методика. Нам расскажут сейчас Наталья Нечаева. Наталья, можете подключаться. Данцет РГПУ имени Герцена, президент Ассоциации преподавателей перевода, и Эмма Каирова, Ассоциация преподавателей перевода, директор компании Pro Translation, сделают сообщение на тему «Ясный язык в мире и в России». Наталья, Эмма, если вы нас слышите, подключайтесь. Я думаю, что мы можем даже спросить у наших слушателей, сейчас слышали ли вы, что такое «Ясный язык». Пожалуйста, напишите «да» или «нет». Да, соответственно, кто слышал, нет, кто не слышал, потому что очень важно понимать, насколько это явление, о котором мы последние 2-3 года говорим, достаточно активно в профессиональной среде уже известно широкой аудитории, нам это важно понимать с точки зрения такого, как соцопросы, мы сейчас проведем. И я передаю уже слово Наталье и Эмме, и вы пока пишите в чат, слышали ли вы, что такое «Ясный язык». Да, нет, нам очень интересна эта информация, и в ВК тоже, пожалуйста, пишите. Спасибо. Наталья и Эмма, добрый день. Мы рады приветствовать вас на Всероссийском семинаре как наших надежных партнеров в части информационной доступности для лиц. сразу мы передаем вам слово. Спасибо, коллеги. Добрый день, коллеги. Меня зовут Наталья, Эмма в соседнем окне, у нас подписано, поэтому все в порядке. Мы представляем ассоциацию преподавателей перевода и группу, рабочая группа в рамках ассоциации «Перевод на ясные и простые языки в России». Группа достаточно многочисленная и представлена экспертами в разных сферах. Сегодня со многими из них вы познакомитесь. Мы благодарны нашей приглашающей стороне, организаторам этого мероприятия и за то, что нам оказано такое доверие. Мы делаем и вводный доклад на этом семинаре, онлайн-семинаре, и чуть позже проведем мастер-класс, в котором смогут принять участие все желающие, кто сегодня находится с нами, прямо сейчас в аудитории или подключиться чуть позже. Я передаю слово пока Тейме. Позже передадим коррекции. Да, мы сегодня втроем. И начнем мы так немножечко издалека, поговорим об инклюзии в целом и о том, какую роль в создании инклюзивного общества, инклюзивной культуры играет информация в частности. Ну, я думаю, что, наверное, всем здесь присутствующим мне нужно подробно объяснять, почему нужна важная инклюзия. Я как человек, у которого есть инвалидность, на себе все в полной мере это ощущаю буквально каждый день. И могу сказать, что пока что, несмотря на то, что у меня, наверное, одна из самых понятных миру видов инвалидности двигательные у меня ограничения, можно сказать о том, что наше общество сегодня устроено таким образом, что любой человек с любыми... Возвращение. Так, мы вас увидим, все в порядке. Продолжение следует. Все, теперь я, Слен Шупак, до этого у меня пропадала, ты, может быть, только у меня. Ну, по-моему, у меня просто... Хорошо, продолжай. Презентация. Презентация. Второй слайд. Инклюзия как модель мира. Инклюзия как модель мира. Спасибо. Прошу прощения. Идея была в чем? Что если человек хочет учиться, он идет и учится там, где он хочет учиться, но не там, где ему вдруг создали какие-то условия. Но это не точно. Может быть, просто ландшафт располагал к отсутствию каких-нибудь лишних препятствий. Что если человек хочет читать книги, он идет и покупает или идет в библиотеку и берет книги, которые ему интересны, и их читает. Если человек хочет пойти в музей, он идет в музей. При этом он не звонит в музей предварительно, чтобы узнать, когда музей готов принять группу лиц с такими же нарушениями, как у него. Но просто в любой момент, когда ему это захотелось, он просто приходит в музей, берет билет и смотрит все, что ему интересно. Мы попросили нашу коллегу Кришна Сара Хельмре из Германии, член нашей рабочей группы, рассказать, как эта идея работает в Германии. Кришна. Кришна будет говорить на английском. У нас есть переводчик замечательный наш, Валентина Кучерявенко. Последовательно будет переводить все, что говорит Кришна, и мы к вам вернемся после. Кришна. 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 Прошу прощения, коллеги, за заминочку. Секунду, сейчас решаем вопрос подключения, одну минуту. У нас коллега просто отсутствует. Ты сейчас меня сейчас сейчас. Кришна. Так, и видео тоже нет. раз, два, три, четыре, пять, четыре часа. Давайте, наверное, я пока продолжу свою речь, пока мы ждем, когда подключится к нам. Кришна. Чуть позже она расскажет, я надеюсь. Видео? Видео есть линкс. Не устроено так, как нам бы хотелось видеть у себя, но при этом наши немецкие коллеги в обсуждениях всегда говорят, что есть еще много пространства для развития и движения вперед. В нашем случае, наверное, мы пока что находимся на этапе преодоления такого нашего наследия, где люди с любыми особенностями, люди с какими-то физическими ограничениями, в основном находились за полем видимости, скажем, и государства, и как следствие других людей. И, в общем-то, ничего специального для того, чтобы они могли активно включаться в жизнь, не делалось, не предпринималось особенных шагов. Просто инклюзия по-русски – это когда мы создаем что-то отдельное. Создаем какие-то специальные приспособления, создаем для того, чтобы человек преодолевал, скажем, лестницы. Создаем дополнительные отдельные версии для того, чтобы люди с ограничениями слуха, зрения… Коллеги, прошу прощения, небольшая заминка у спикера из Германии. И сейчас она попробует подключиться. Если у нее не получится все-таки решить техническую проблему выхода звука и камеры, тогда она будет говорить с вами через меня. Я подставлю микрофон к своему микрофону, и она будет делать презентацию, к сожалению, без видео, но со звуком. Одна минута. Я перезагрузила страницу, сейчас появилась. Ни у кого? Угу. Угу. так все есть будем считать все есть да еще расскажу голос если что-то не работает то не у всех на то значит точно проблема не не тут при перезагрузке спикера бывает что при перезагрузке спикера бывает что нужно активировать поле видео просто нажмите туда кнопочку вопрос поддержки скорее всего проблема какая-то на той стороне так все еще нет коллеги организаторы подскажите вам тоже меня не видно и не слышно дело в том что я работаю на этой платформе буквально каждый день с этого же устройства и обычно никаких сложностей не бывает и видно хорошо я продолжу так у нас вернулась кришна наталья или не вернулась я продолжу есть звук и видео кришну видно или только мне не видно кришну попробует еще раз мы говорим об инклюзии которая конечно же не равна коллеги участники скажите доступность которая конечно не очень образом было видно да значит это у меня было какой-то но техническая проблема потому что я ее не вижу кришну было видно я думаю что тут присутствие подробно рассказывать не нужно потому что так или иначе с этим связываемся и если мы говорим об инклюзии то на вид доступности вернее которые один из факторов инклюзии то в случае с людьми и с какими более понятными всем ограничениями подвигать по слуху или по зрению и в одной из факторов инклюзии то в случае с какими более понятными все остальные иначе видим должен идти от меня значки которые в эту букву вальню минуту попробуем если кришне не получится подключиться видно и слышно и слышно супер отлично при этом я ее не вижу и не слышу попробуй переподключиться главное ich habe meine folien hier schon aktiviert also du bist hier wiederum also hallo ich habe ich bin jetzt noch mal rausgegangen noch mal reingekommen ja die menschen sagt jetzt aber ich bin nicht in der konferenz irgendwie ich sehe euch jetzt nicht mehr wenn man hier laut spreche so also vielleicht mache ich hier so video mit dir und zeige es auch in die kamera vorhin habe ich euch ja gesehen und vorhin habe ich auch was gehört ich habe euch vorhin ja auch gehört in der konferenz ein moment dann давайте мы сейчас будем в таком формате работать так сейчас я сделаю погромче krishna du bist so dran mit uns so wie jetzt so wie jetzt am handy am handy du bist jetzt da so funktioniert es alles klar okay good morning i'm very sorry for the technical issues Продолжение следует... 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 Окей. So as I just, Natalia told me that you can hear me like this. I'm very happy. So this is easier than with the mobile phone. So, Anna, may I continue now or do you still need time for the interpreters? I've finished interpreting the first two slides. Okay, so I hope I speak slower now. I'm sorry. So, okay. So we're located in the southwest of Germany. And this is a picture of Tübingen. And you see right in the middle, we have a river. The river is called Neckar. And there's right on the river, on the banks of the river, there's the Hölderlin Turm, the museum. So, okay. Here we have again the picture of the museum. And just very shortly, what is it about the museum? So there was a poet in Hölderlin, Friedrich Hölderlin was a poet. And he spent most of his life living in this tower. And so that's why it's called after he died, it became, after a while it became a museum. So, and a few years ago, it was completely shut down for renovation. And the new director, she said it should also become an inclusive museum. So I would like to show in my speech, I would like to show you several aspects of barrier-free museum. So, one thing I would like to show is this media guide. There's a media guide and you can choose several languages first. That's also a thing that causes barriers if you don't know the language at all. This is like me and my Russian. I started learning, but I'm not good now. So that's, if you come there, you can choose German, English or French. And also in German, it's called Leichte Sprache. It's a simplified German. Or you can choose audio description. So you get a description if you can't see or are visually impaired, then you get a description of things other people could see in the museum. And we also included German sign language. So we tried to get as inclusive as possible. Whereas the museum itself, it cannot be, is not accessible with a wheelchair. So this is unfortunately not, not possible because of the situation on the river. But this media guide, you can also, you can use the media guide itself as the device in the museum. Or... Oh, Валя, есть возможность перевести. Да, я тогда, с вашего позволения, вернусь чуть-чуть назад. Итак, конечно, говорил следующее. Где же мы находимся? Где же находится музей Георгердина? Находится музей в Тюринге. Это юго-запад Германии. А конкретно, если посмотреть на карту Тюбингена, она перед вами на слайде, музей находится ровно... Да, теперь я вернусь. Не, не, нет, 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 нет. На реке Гёдерлин Турн, это как раз музей в башне Гёдерлина. Это дом, в котором поэт и философ Ридрих Гёдерлин жил достаточно долгое время, около 30 лет своей жизни он там провёл. И впоследствии данное здание стало музеем. Это здание историческое, впоследствии оно стало музеем. Вот, собственно, как оно выглядит. И несколько лет назад музей закрылся на реновацию, и новый директор музея решил, что музей должен стать инклюзивной безбарьерной средой. Итак, какие же аспекты безбарьерности внедрены были в этот музей? Во-первых, аудиогид музея доступен на нескольких языках. Это немецкий, английский, французский, а также это ясный немецкий. И также доступна аудиодескрипция и немецкий язык жестов. Вот, например, пример немецкого языка жестов на слайде. И, к сожалению, музей не доступен для передвижения на колясках просто из-за его места расположения на реке. Но это, как известно, особенности места, которые не позволяют установить пандусы и так далее. Во всем остальном музей старается быть инклюзивным. Кришна. Возвращается к Кришне. 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 So, another thing the museum added is this table. You will see this table throughout the museum. My presentation is just gone. Let me check. Okay, so this is this table. Let me just quickly explain the room itself. This used to be a workshop for woodworking. This is why they added a lot of wood here. And on the walls, on these wood tiles, on these wood boards, you see a poem from the poet Friedrich Hölderlin in many languages. And it is said that he wrote the poem in this room. That's why the room is dedicated to this poem itself. And so you have different, several possibilities to interact with this poem. So shall I now make a short break for the translators? I would appreciate it. You like, I don't know. Yes. You tell me when you need the break for the translators. Yes, I'm ready to do the interpretation. So the next thing, now you see this table right very near. Can you hear me? On the left-hand side, you see there is a handwriting. And it's actually, the poem is written there. It's a letter and the poem is written there. So if you put your hand on that wooden board and you take that hearing device that is quite on the right side, then you can feel the rhythm of the poem. So poetry is very much about rhythm and to make somebody feel the rhythm. The wood, there's an electronic device under the board. And it pops, it makes the, it makes, first it makes a sound. And then also it, it pops against like, you can feel that like this, you can feel the rhythm of the poem because it makes kind of a drum feeling also in your hand. So, okay. Krishna, can I interpret now? So, this is also... Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. 视频 в комнате, в комнате, одна из комнат башни Гердерлина, можно видеть стол посреди комнаты. И вообще эти столы встречаются в разных комнатах, в разных залах музея. Это как раз одно из нововведений. И данная комната служила столярной мастерской в свое время, когда там проживал Гердерлин. И считается, что именно в этой комнате он сочинил одно из своих известнейших стихотворений. И на стенах как раз можно видеть это стихотворение, можно видеть текст этого стихотворения на разных языках. Дерево, которым, собственно, биты стены, которые украшены стены, это как раз дань столярной мастерской, которая когда-то здесь была. И говоря о самом столе, выглядит он следующим образом. То есть здесь можно видеть письмо и стихотворение Геодерлина, которому посвящена комната, а также доску справа. И здесь организаторы отталкивались от того, что поэзия во многом это ритм, это ритмика. И чтобы ощутить ритм стихотворения, к примеру, для людей с нарушениями зрения, человек кладет руку на вот эту доску. И специальный прибор, который установлен под поверхностью стола, дает почувствовать определенный ритм, похожий на такую барабанную пульсацию. И таким образом человек ощущает ритм этого стихотворения. Надеюсь, к нам Кришна сейчас вернется и мы продолжим. Спасибо. 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 Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...